Всем здравия желаю, дорогие зрители! Если вы любите обзоры еды, то welcome to hell, если нет, то идите мимо. И если вы любите просто мои обзоры, то тоже можете оставаться со мной. Я тут пошлялась, протестила Соньку, Сонька отличная, когда она отойдет от холода, то я залью прям без монтажа, что наснимала, потому что я нажимала на кнопочку без вылезания в кадр и выключала эту кнопочку и поняла, что на все-таки к ней сумочку, сумочку я уже как бы смотрела, ту, которую советую, коробочка от Соньки. И надо, короче, посмотреть побольше обзоров ее, чтобы понять, потому что я видела уже обзор этой сумочки, но не очень въехала, как там вообще она располагается. И если в эту сумочку влезет помимо Соньки еще и моя мелкая экшн, то будет оптимальный вариант, потому что, допустим, чисто вот я привыкла, что у фотика есть какая-то коробочка. То, что экшн не бьется, не ломается и в воду опускается, это, конечно, круто, но мне все равно как-то непривычно и хочется ее в какой-то вот контейнер-боксик заслунчить. Зеркало у меня тут было. И, в общем, зашла я сегодня до магнита. Сейчас я это обозрю и пойду, пока она будет загружаться, сделаю себе покушать. Не знаю, то ли, связано с тем, что я стала на тренажеры ходить, хотя тут как-то из-за погоды пару дней пропускала. Запрос еще своему товарищу по скандалету отправила. Он в этом лучше понимает, чем я. Ибо спортом он как-то больше занимается, насколько мне известно, по жизни, чем я вообще за всю, ну, не то чтобы за всю свою жизнь, но вообще как бы по большей сути, по большей части. Короче, у нас еще сегодня сорокет цветочному, но как-то больно тихо это все проводится. И, в общем, сходила я в магаз. Так как я сегодня ни черта не кушала, вообще, тупо пару глотков чая с кусочком малюсеньким вот таким огурчиком. Ибо забыла про огурец, он почти умер. Вот, ну, вот с пальца, наверное, вот с этот вот кусочек. И кусочка два, наверное, этой гранатовой пастилы. Вообще, гранатовая пастила у меня вывесила на 300 с чем-то грамм. Я на весах ее на своих вывесила, на которых обычно всякие прибамбасы рукодельные ваяю, типа там бальзамов для губ, десиков и прочих требухи, типа мыл ручные работы. И она стоит 100 рублей. А персиковая, там что-то около 150 грамм была, она тоже стоит 100 рублей. Я одна думала, что из гранаты как-то более проблематично доставать эту пастилу. Ну, в общем, не поняла прикола, почему они разного вида формата и веса, но стоит по одной цене. Короче, что-то я гранатовой не прониклась, но он на безрыбье и рак рыба. У меня тут 20 с лишним суток было с конлейта. И, видимо, мозги требовали есть. Потому что я вчера жеколадку хомячила, эту милку молочную с орешками. От нечего делать вообще, ну, не то, что как от нечего делать, я перевод свояло меньше, чем за сутки. Меньше, чем за полдня, учитывая, что анлейт закончился, а в сети обнаружился только, по ходу дела, испанский. Ну, и как-то пришлось мозги очень сильно включать. Ну, в общем, как-то я быстро это уделала, и быстро уделала шоколадку. В итоге я сегодня почти ничего вот не ела, ну, как я сказала, ну, вообще ничего не резла, хотя есть, как... Частично хотелось есть, но у меня ничего готового не было. То, что было более-менее готово, не резло. В итоге я как-то на безрыбье и рак рыба почти уделала эту грамоту. Купила я себе их уже раз, третий раз в покупании мне понравились. У нас в магните продаются 31 с копейками, ну, грубо говоря, 32 рубля. Тут у нас вроде 180 грамм, ну, по крайней мере, на ценник. Да, вот тут написано 180 грамм. Дата изготовления вчера в 6 утра, годен до 1 октября, до 6 утра. Пайтики восточные, состав мука пшеничная, хлебопекарская, высший сорт, соль, вода, сахар, сахароза и лактоза, молоко коровье, дрожжи. Тут даже два смайлика они поставили. Может, по ошибке смайлик второй поставили, ну, скобочку, но выглядит как два смайлика, короче. Молоко коровье, дрожжи, сливочное масло, в скобочках постерилизованное, в общем, отличный, хороший состав. Никаких там масел непонятных и компонентов, ручная работа. Вот такие мяконькие булочки. Как бы их особо в бутерброды-то не превратишь, у меня там есть полбатона, который я купила когда-то, но я не поняла, то ли он уже откинулся, то ли собирается. А тут что-то хотелось такого, их можно с чаем хомячить. Купила я все два банана, потому что я одну фигню решила замутить, решила вместо смородины, протертой сахаром, сделать это на банане. И больше, чем просто в прошлый раз я делала сливки, сбивала со смородиной протертой сахаре. Смотрю в камеру. Куда я смотрю? Куда смотрю? Внутрь каждого из вас смотрю. Вот прям внутрь. Даже если в глаза не попадаю, все равно внутрь вас смотрю. Изнутри вас всех вижу. Все ваши желудки и прочее. Всю вашу сущность душевную. Короче, хочу бананы со сливками и сгущенкой зафигачить в миксером, этим насадкой блендер. И засунуть в морозилку часов на 12, посмотреть, что будет. Потому что 3-х часов, как я поняла, засовывание, получается такой домашнее мороженое консистенции, как Лёля любит. А я хочу вот именно, чтобы посмотреть, чтобы оно совсем задубело. Потому что, когда я делала сливки со сгущенкой, тупо взбивала и держала, приходилось доезжать в 12 часов. Тогда оно было похоже на мороженое домашнее. Ну, в смысле, вообще на мороженое. Но очень быстро таяло. Короче, два банана. Один может дохомяк, другой уделаю. Купила себе молоко. Сроком оно, по-моему, до 3-го или 4-го хотября. Торговый дом сметанин молоко 2,5. Когда-то я этим молоком травилась, какими только молоком не травилась. Ну, много какими молоками я периодически травилась. Так попадала почему-то. Сначала думая, что траванулась мандаринами или молоком, а на деле оказывается, что это ротовирусная какая-нибудь хрень. Раньше она у меня шла сутки. Первый раз я ее подцепила на сессии, курсе на втором. По-моему, даже этого кулька еще. Так, молоко 2,5 жира, сметанин. Ивановское молоко, город Иваново. Из-за того, что оно, видать, это с 23 сентября, оно шло что-то по скидке 34 с копейками. Мое любимое молоко что-то там не продавалось, а так как по такой погоде в деревню за козьим не поедешь, то молока-то как-то надо. Ну, в общем, тоже было что-то по скидке, не знаю по какой причине. А, знаю по какой причине. С 24 сентября по 3 октября, видимо, потому что скоро срок годности откинется. Молоко цельное, обезжиренное молоко, захваска... Обезжиренное молоко, захваска, запятую забыли. Что-то у меня второй раз уже попадается с очепятками редактора, где я проснулся. Хотя я уже много раз отодвигала редакт, Никитос освоял седьмую главу перевод вместе хамурой. Я вот что-то все редактор отодвигаю. Отодвинула уже на завтра, надеюсь, завтра мои мозги будут в состоянии воспринимать текст. Кажется, камера опять что-то притормаживает. Хотя настройки те же. В общем, приготовленная на кефирный гриб, как концентрат... Это кваска приготовлена на кефирный гриб. Да, концентрат лактуозы, лактусан. А кто это у нас? Вообще, по-моему, это Ярик делает. Да, это Ярик делает. В общем, он мне нравится, хороший. Хорошие кефир, обогащенные лактуозой. Кефир, короче. Купила я себе селёдочку, потому что тот набор, который я тогда покупала... Камера, не тормози. Тот набор, который я тогда покупала... В общем, ну, у меня сажался, и селёдочки там не было. Купила селёдочку. Постараюсь, может, на следующей неделе заводить этот винегрет. Благо, Сонька теперь есть. И запишу уже на Соньку. 59 с копейками, грубо говоря, 60. А ещё я купила себе печенье. Никогда не покупала такое. Юбилейное. Яркие удовольствия. С тёмной глазурью. Чё-то 25 рублей, вроде, было оно. И пакет магнитный заодно. В общем, вот такой у меня обзор. Камера что-то вот, правда, стала притормаживать. Хотя настройки у меня вообще не менялись. Я не знаю почему. Чё это и Logitech не хватает от моего Linux 19-го минта. Ну, в общем, кого это не особо напрягает, то и ладно. А кого напрягает, ну так не смотрите до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok